И сегодня у нас Юлия Некандрова. Подъехала индустрия красоты. Обожаю эту тему, нам не хватит время интервью. Мы не торопимся. Я поняла, что я учиться не хочу. Просто я как-то поняла, что я не создана для учёбы. Как-то вот оно меня тормозит всё в этой жизни. А мне нужно скорее работать. Водолей, водолей. И будешь ты никем, понимаешь? А я в Сбербанке хотела работать. И думала, что носить зелёный галстук — это просто предел моих мечтаний. Обязательно. То там мы просто учили делать бровки. Красить бровки и щипать бровки. Поработала я недолго. Я на танцы ещё ходила. В 12 лет спортивно-бальные танцы. И мама мне, честно, тогда, ну, спасибо ей огромное, сказала. Как просто, знаете, бывает такой знак. Ты это знаешь, но вот тебе нужно что-то, чтобы тебе ещё подсветили. Тогда с тобой просто, к сожалению, не была знакома мама. Она мне сказала, блин, ты так хорошо красишь. Ты так всегда и меня хорошо красишь, и себя хорошо красишь. Почему бы визажистом не пойти? Такой вопрос, конечно, сложный. Сейчас его бы сформулировать. Здравствуйте. Это интервью на миллион для женщин и про женщин, которые работают и зарабатывают. И сегодня у нас Юлия Некандрова. Подъехала индустрия красоты. Бровист, преподаватель и владелица собственной студии бровей. У нас будет сегодня интереснейший разговор. Девочки, скорее всё, ставьте все дела на паузу. Почему? Во-первых, у меня ни разу не было человека из бьюти-индустрии, и нам всем ужасно, ужасно интересно, как вы там зарабатываете. Так что начнём. Привет. Здравствуйте. Здравствуйте всем. Здравствуйте всем. Ты знаешь, есть такое расхожее мнение о том, что кто-то говорит, что индустрия красоты – это всегда-всегда про деньги, потому что женщины во все времена будут находить деньги на то, чтобы ухаживать за собой. А кто-то, наоборот, говорит, что это невероятно затратная штука, потому что есть материалы, потому что огромный демпинг. Да, ну ты знаешь, любые новые мастера сразу устанавливают свои цены. Но у тебя история ещё прикольнее. Вот для меня, например. Ты бровист. Ты выбрала невероятно узкую нишу. Ты не стала заниматься и макияжем, и ресницами. Ну, ресницами – это есть у тебя, да, ламинирование? То есть ты всё равно идёшь по какой-то узкой линии. Расскажи мне, как ты вообще зарабатываешь? И зарабатываешь ли ты сейчас? Ты можешь не говорить мне цифры, можешь мне сказать просто, это бизнес или это хобби? Я занималась изначально и визажем вообще, и бровями. И пошла учиться на прическе, потому что все вокруг утвердили, что да, нужно заниматься всем, значит, будет больше денег. Но, к сожалению, это не так. И можно зарабатывать и на узкой, там такой прям узкой профессии, если ты занимаешься этим действительно от души и прям в полную меру. Поэтому сейчас, на данный момент, я занимаюсь только оформлением бровей, только уже с постоянной клиентской базой. Это немного человек. Ламинирование ресниц, и, соответственно, у меня в студии есть только брови и ламинирование ресниц. И обучаешь. Да, вот основная сейчас моя, скажем, прибыль составляет именно обучение, передача опыта. Я не люблю, так скажем, это слово преподаватель. Но так или иначе, так и есть. Я передаю опыт за деньги. За деньги, да. Да, поэтому, конечно, любой труд должен оплачен быть. Девочки приезжают ко мне с разных городов, и, конечно, это не про хобби сейчас. Но хочу сказать, что нигде, мне кажется, не заработаешь много денег, если ты не будешь это любить и настолько отдаваться профессии на все 100%. До сих пор меня спрашивают все, Юль, тебе не надоело брови делать? Вот, это был следующий мой вопрос. Я, получается, уже делаю брови, если говорить вот прям, ну, каждый день, отпуски бывают там на недельку, вот, я делаю брови 7 лет. Ну, то есть чуть-чуть больше. И я реально кайфую. Я кайфую от того, что я делаю брови. Я обожаю скупать все, там, новые кисточки, новые краски, новые техники. Я также продолжаю обучаться. Постоянно тоже учусь у своих коллег с разных городов. Я считаю, что это нужно делать, это правильно. И только тогда будут деньги. Когда вот настолько тебя это затягивает, ты от этого кайфуешь. Слушай, ну, как-то получается, что ты из этого занятия уже сделала некий образ жизни, да? Конечно. Ну, то есть у тебя очень много уже составляющих и обучения, и обучаешь ты, обучают тебя, и ты совершенствуешься. Но сама тема, понимаешь? Вот есть, например, астрология. Кстати, мы сейчас достанем инотальную карту. Мы же всех проверяем. Знаете, что самое интересное? У Юли солнце водолеи, представляете? То есть это новатор, организатор и так далее. Луна у нее в близнецах, отсюда уже идет ее талант к преподаванию, к тому, чтобы рассказывать, объяснять какой-то предмет. И асцедент в рыбах – это про творчество. Скорее всего, ты любишь колористику. Вот колористика – это единственное слово, что я знаю с бровей. Ну, скорее всего, ты любишь… Я люблю просто работу с цветом, да. Люблю ярких девушек. Да, но, смотрите, солнце водолеи, оно как будто бы своего обладателя всегда толкает к тому, чтобы придумать что-то новенькое, придумать что-то невероятное, придумать что-то, что до тебя, в твоей сфере никто не делал. Ну, как можно что-то придумать в бровях? Можно. Приходят какие-то идеи. Иногда, к сожалению, я не знаю, есть ли такое в моей натальной карте. Давай, давай, посмотрю, давай запрошу. Есть ли такое, что иногда ты просто можешь проснуться в 2 часа ночи и думаешь, надо снять такой рилс, или нужно вот это сделать, нужно там что-то. И ты не сделал. Ну, то есть просто почему-то отложил это на потом. Ну, возможно, потому что иногда, признаюсь, да, что бывает, думаешь, да, наверное, кому-то надо. Такое у всех бывает, девочки вообще абсолютно. Никто тут такой не самый крутой, не самый, там, не знаю, самый-самый, да, который думает, я все сделаю, нет. Поэтому, конечно, такое бывает. Думаю, да нет, наверное, это фигня. Потом через время ты можешь пожалеть о том, что ты это не сделал, если у кого-то ты увидел, да. Либо просто вот забыл, отложил. Я сейчас даже своим ученикам всегда советую, если вам пришла какая-то бредовая идея, она приходит либо перед сном, прям за несколько минут, либо может вообще там рано утром, либо ночью, я прям беру телефон и записываю в заметках. И, возможно, даже у вас там через месяц торкнет, зайдите в свои заметки и посмотрите, что вы писали. Так водолеи пытаются приструнить свою водолейскую структуру, которая вот их вот идеями иногда захлёстывает и сбивает с ног. Но смотри, давай вернёмся, мы же хотим про деньги, да, и я очень стараюсь всегда в своих интервью показывать, как девочки в принципе организуют свою жизнь. Давай начнём вспоминать, что было раньше до бровей. Сейчас, да, ты суперуважаемый мастер, это факт. Может быть, из-за того, что ты выбрала узкую нишу, ты достигла, ну, большой высоты, ты авторитетный мастер, ты это знаешь, и кто на Юлю подписан, тоже это знает. Кстати, я оставлю её данные в описании, посмотрите, какие у неё бывают там бьюти-подвиги её руками и руками её учениц. Но давай начнём с того, как всё вообще дошло вот в эту точку. Кто ты по образованию? Где была твоя первая работа? Чем ты раньше занималась? Я обожаю эту тему, нам не хватит время интервью. Мы не торопимся. Я обычный экономист, бухгалтер. Смотрите. Просто о бухгалтере, анализ и аудит, то, что я закончила. Смотрите, у нас уже которая героиня, я постоянно подчеркиваю, по-моему, ты уже пятая. Я закончила школу в 2010 году, когда активно говорили, что, ну как бы, ну не то, что активно говорили, говорили уже тогда, что бухгалтера и юристы, это ненужные профессии, но их много. Да. Но в связи с тем, что я хотела быть врачом, очень хотела быть врачом, до сих пор у меня, где-то там в голове, мне кажется, что я была бы отличным пластическим хирургом. Да, сейчас посмотрю. Или там стоматологом, или, возможно, акушером-гинекологом, то есть я прямо это люблю, мне нравится, я не боюсь ни крови, ничего. Вот. Но я вообще ненавидела химию и биологию просто, хотя сейчас химия непосредственно связана вот в работе. Сейчас приходится догонять. Но это не та химия, и она сейчас даётся легче, чем там в восьмом классе, когда период вообще не учиться, да, и не познавать эти все теоремы там и так далее. Поэтому, конечно, биология химией не давались, врачом я не стала. Знала я с горем пополам общество знания. Этого достаточно, чтобы пойти на бухгалтера, на экономиста. Поэтому тут просто выбор пал, ну, хоть куда-нибудь, Юля, уже пойди, да, потому что это надо. А иначе ты пойдёшь что? Стричь людей и делать ногти пилить. И будешь ты никем, понимаешь? А я в Сбербанке хотела работать. И думала, что носить зелёный галстук, это просто предел моих мечтаний. Обязательно. Первое, что я сделала, это устроилась Сбербанк на первом курсе. Серьёзно? Учась очно. После учёбы я ходила на 2-3 часа промоутером, подрабатывала, помогала бабушкам заполнять в терминале, снимать пенсии и так далее. Теперь вы знаете, какие крутые люди, получается, из вот этих вот помощников? Я специально ходила на пары, типа забывала, что я не сняла галстук, чтобы все видели, что я работаю в Сбербанке. То есть я приходила в белом, ну, белая рубашка, обычно на пары же приходит, тоже белый верх, там тёмно-низ. И типа, ой, я не сняла, а то бейджик, то там. Капочки признания прошли. Это вообще, это было одно, то есть типа, ты что работаешь? Я такая, ой, блин, не сняла, знаешь? Класс. Ну, как бы для меня это было гордо, мне было 18 лет, и я типа уже работала, совмещала с учёбой. Поработала я недолго, как-то мне оно не зашло, тяжело совмещать было с учёбой, мне родители сказали, ты там что, обалдела, первый курс учись давай. Ну и всё. А потом я ушла, на второй курс я закончила и ушла на заочку и пошла работать в банк. Сбербанк, опять же, любимый. Думаю, я должна на кассе сидеть, а не вот это вот кассиры, это ж вообще. Представители Сбербанка, вы можете по реквизитам, которые мы оставим ниже, оплатить Юле недоплаченную рекламную интеграцию, так? Ой, господи, ну в общем, Сбербанк был в моей жизни, как у обычного, не знаю, человека, который искал себя, ну работаю. У тебя сейчас есть карточка Сбербанка? Конечно. Сохраняешь связь, да? Конечно. Сбербанк всегда с тобой, всегда рядом, он всегда рядом с нами. Так дальше у тебя была некая экономическая такая чуть-чуть карьера? Да, я работала. Я поняла, что я учиться не хочу, ну просто я как-то поняла это, что я не создана для учебы, как-то вот оно меня тормозит всё в этой жизни, а мне нужно скорее работать. Водолей, водолей. И причём, да, родители, я не могу сказать, что меня как-то ущемляли в деньгах, и поэтому они давали какие-то на карманные расходы. Но мне хотелось самой, мне хотелось самой себя обеспечивать, мне никогда это не закладывали вообще. Ну вот просто так хотелось. И пошло Сбербанк, кадастровая палата, продавец своим видео торговой продукцией Babyliss, банк Renaissance Credit, кредитный менеджер. В общем, где я только не работала, а потом я ушла в строительную компанию менеджером по продажам стройматериалов, выучила просто там тысячу наименований и поняла, что такое крепёж и так далее. И тогда я думаю, вот это я крутая, конечно. Я вообще везде просто всё попробовала, я теперь знаю, что такое семечко. Ты знаешь, что такое семечко? Нет. Ну это такой маленький чёрный саморез. Женя, наверное, знает. Ну в общем, поработав там, я зарабатывала в принципе неплохо, всё хорошо, всё классно. Мне это нравилось, мне нравилось зарабатывать свои деньги, не зависеть от родителей, полностью себя обеспечивать, всё классно. Но в то время, к сожалению, я не прислушивалась к себе, это очень важно, очень хочется сейчас помочь своим детям в раннем возрасте понять, что им нравится. У меня руководители, что в строительной компании, руководители в банке, освобождали от работы, на полдня бывало, для того, чтобы я их накрасила на какие-то мероприятия. То есть я хорошо красилась сама. Когда я пришла на собеседование, вот в последнее место работы, мне говорят, я написала, что люблю делать девушек красивыми. То есть я там писала, Сбербанк, все дела, но моё хобби, моё увлечение я люблю, я очень любила краситься. Я скупала косметик. А в детстве любила? Ну, как бы, мне кажется, как все девочки с куклами, просто там на уровне любительского. А это пошло чуть-чуть позже, мне прям нравилось. Я на танцы ещё ходила, в 12 лет, спортивно-бальные танцы. Ух ты! И я, конечно, занималась, ну, и меня нас красили, и родители, и где-то там мамочки других детей очень яркий макияж вынужденно делали. Ну, мне это очень нравилось. Мы такие, как маленькие взрослые женщины были, да, накрашенные. Мне нравилось красться, и всё это пошло во взрослую жизнь. Но я почему-то не придавала этому значению, потому что учителя в школе твердили, что те, кто плохо учится, они потом будут работать вот в сфере обслуги, и это не работа. Ну, и, соответственно, ты это немножко притупляешь. Ну, ты имеешься, и бьюти-бизнес тоже имеешься. Конечно. Вот мы с этого и начали, да, что сейчас этого нет. Конечно, слава Богу, что сейчас этого нет. Сейчас все поддерживают фриланс, все поддерживают… Самозанятость. Самозанятость, и, соответственно, то, что мы для души, чем занимаемся, да, и то, что может, естественно, принести нам деньги. Это вообще очень круто. И вот здесь это схлопнуть. Да, и вот здесь это… То есть ты начала просто классно коллег своих красить? Да, но я как бы, я не думала, что это перерастёт в работу. Я красила коллег, работала, красила, всё. Как только я ушла в первый декрет, я столкнулась с первыми трудностями, я развелась. Первый мой брак, да, я с пятимесячным ребёнком на руках развожусь. Ну, 4,5 месяца ей было. Я приехала к родителям домой и вот села. Как бы алиментов у меня нет, а у меня 6,5 декретные приходят с той фирмы, хотя я зарабатывала хорошо, но там неофициальный доход был, поэтому 6,5. Я смотрю на эти 6,5 и думаю, что с ними делать? И я вроде живу у родителей, и я за коммуналку не плачу, и за продукты я не плачу. И в принципе, как бы можно было сложить ручки и жить. Вот это был переломный момент. Да, но я настолько всегда привыкла себя обеспечивать сама, и что мне хотелось ребёнку дать чуть больше, чем на 6,5. И себе, конечно, я же девочка. А как же косметику купить? Да, да, да. А как же там, не знаю, что-то для себя? И поэтому, поговорив с мамой, и мама мне, если честно, тогда спасибо ей огромное сказала, как просто, знаете, бывает такой знак. Ты это знаешь, но вот тебе нужно что-то, чтобы тебе ещё подсветили. Тогда с тобой просто, к сожалению, не была знакома, а мама, она мне сказала, блин, ты так хорошо красишь, ты так всегда и меня хорошо красишь, и себя хорошо красишь. Почему бы в визажистом не пойти? Класс. И тут я говорю, ну, страшно, 5 месяцев ребёнку, у меня нет денег вообще на обучение. То есть у меня реально нет ничего. И я обращаюсь к папе, глава семьи, я в его семье сейчас живу, и говорю, пап, так и так, так и так, я хочу вот отучиться на визажиста, стоит это там 25 тысяч, по-моему, тогда стоило, плюс косметику, но я принимала примерно, что на тысяч там 40, наверное, мне нужен сейчас стартап. Да, да, да. И папа тогда сказал, Юль, ну, я его не осуждаю, он мужик, я думаю, что как бы это нормально, что мужчины, они по-другому мыслят. И он мне сказал, Юль, знаешь, это, салонов красоты, как пивнушек сейчас, пивна, и салон красоты рядом стоит, их очень много, ну, как бы смотри сама, в общем, ну, мы настояли на своём, мама сидела с ребёнком, я училась на визажиста, и началось всё именно с визажа. То есть я очень долго красила, очень много работала для того, чтобы, да, моя цель была заработать деньги, это вынужденная как бы, да, вот у нас в жизни есть заработать для того, чтобы прокормить себя, прокормить ребёнка. Но мне настолько это нравилось, просто я кайфовала. И это перешло в бизнес, потому что, когда ты отдаёшься полностью своей профессии, ты начинаешь кайфовать, люди кайфуют от того, что ты делаешь, потому что они чувствуют и твою энергию, и чувствуют вообще, ну, как бы уровень всего этого, что я развиваюсь, ну, и, соответственно, они готовы платить. И это плавно-плавно повышало мой уровень дохода, уровень моего профессионализма. Я открываю первую студию тогда в своём городе, отдаю папе все долги, которые он... Он же попрощался с этими деньгами, я их копила специально, потом пришла, отдала, он такой обалдел. На стол так положил, да, класс. И он, конечно, говорит, да ничего не надо, типа, ну, это мой подарок там тебе. Я говорю, мне принципиально нужно тебе их отдать, чтобы знать, что я всё. То есть я теперь, говорю, стартую с чистого места. То есть ты начала в своём маленьком городе, ты сделала студию, ты начала... Слушай, знаешь, что я здесь хочу сказать? Мы ни разу ещё не касались этой темы, и я думаю, как раз с тобой можно её коснуться. Может быть, вы заметили, Юля в положении, это прям вот первая наша такая героиня, и здесь можно коснуться темы... Не заметили ещё. Да, ну, ещё не видно, но уже видно. Материнство и работа. Вот она сейчас показала очень красивый пример, когда я ради дочки, я хотела что-то большее. Слушайте, она могла бы там подождать, ещё замуж выйти, да? Ну, не в бизнес пойти, можно было что угодно. У меня родители, в принципе, помогали. Да, но ты из-за дочки... Да. Шикарный. Сейчас у Юли уже две дочки, и скоро будет... Третий малыш. Кто-то третий, да, мы ещё не знаем, кто, но тем не менее. И вроде бы всё в жизни устаканилось. Мы попозже чуть поговорим, куда к чему ты стремишься, но вот сейчас, вот из точки сейчас, что-то Юля о тебе не знала, чего она не знала, какой чертит твоего характера, что так тебя поддерживало все эти годы и все вот эти вот сложности и стремления? Наверное, ну, как бы действительно меня очень сильно двигал ребёнок. Такой вопрос, конечно, сложный. Сейчас его бы сформулировать, что-то Юля не знала. Вот какая черта твоего характера? Что я такая целеустремлённая. Я это, наверное, ну, как бы знала о себе, но что настолько это может быть, мне было сложно. Ну смотри, я тебе к чему. Вот смотри, очень большое количество девчонок, я уверена, берут деньги у родителей на какие-то стартапы, как ты сказала. И очень многие не отдают, но родители, правда, прощают. Слушай, это ж какую надо иметь силу воли, чтобы вот откладывать, заработать. Мне хотелось как будто доказать всем и самой себе, что я могу. Ну вот, что я не те салоны красоты, которые среди пивнушек, как и все те же и все те же. То есть мне хотелось не доказать, что я там салон красоты могу какой-то открыть, а мне хотелось доказать просто, что я действительно, это не просто на уровне любительского, а во мне что-то сидело вот всю жизнь, и мне надо это развивать. Я не знаю, что мной двигало, но вот в 2018 году, когда мы познакомились с тобой случайным образом… И ты познакомилась с астрологией. Да, и я тогда… То есть мне всегда это очень нравилось. То есть я не увлекалась астрологией, я никогда не увлекалась вот этими всеми. Но мне тянуло… Тянуло, да. Мне тянуло к гадалкам. Да, да, да. Мне тянуло к какой-то вот в этот, я не знаю, шаманизм какой-то. Большинство из нас тянет к гадалкам. Вот. И я причем, ну вот сейчас вообще прям, ну как бы, я не знаю, можно такое говорить? Нет, я вообще против гадалок. У меня там был неприятный… Можно? Почему это твоя? У меня был неприятный опыт, и я прям сильно топлю за то, что к ним нельзя ходить. Нужно, ну как бы, четко понимать свою жизнь. То, под какими звездами ты родился, и у тебя есть определенная здесь миссия, определенная задача, свои сильные стороны, их можно развивать. Какая твоя миссия? Ты знаешь, у тебя вот такая Венера на Куспиде гороскопа, чтобы вы понимали, на Астиденте вот такая Венера. Мне кажется, моя миссия… Красота. Делать девушек красивыми. Сто процентов. Причем тебе из этого можно делать философию. Ну, в принципе, что ты и делаешь. У нее прекрасная студия бровей, прекрасная просто, очень красивая, очень светлая, очень… Она, знаете, она так подходит к этому, ко всему, что она даже там перекрашивала эти тумбочки, да, что ты там делала, мне рассказала. То есть доводила это… Ножки. Да, да, ножки, ножки тумбочек, понимаете, чтобы все было идеально красиво. Да, твоя миссия – красота, супер. Та Юля просто не знала, насколько на самом деле в ней вот этого упорства, вот этого доказательства. Наверное, да. То есть, смотри, мы поговорили о том, что было. Сейчас, в точке, вот где ты сейчас, у тебя есть двое девочек, двое дочек, тоже, кстати, Венеру распыляет на мир, девочек рожает, у тебя скоро будет еще один ребенок с мужем, ты же переехала в другой город, в Краснодар, ты в большом городе живешь, у тебя есть своя студия, и ты показываешь и вам всем, да, и тем, кто посмотрит, и своим ученицам, она показывает пример того, что бьюти – это уже не та совсем сфера, что бьюти – это про идею, и что этим можно зарабатывать, что самое главное. Теперь давай вот отсюда, из этой точки, что дальше? Дальше я продолжу заниматься любимым делом, всегда, каждый год анализируя, я занимаюсь, можно сказать, одним и тем же, но я всегда по-другому на это смотрю, я всегда что-то новое в это вкладываю. Если это обучение, то же самое, но оно абсолютно по-другому. А сейчас у меня абсолютно уникальный базовый курс по бровям, который я считаю, что правда мало у кого такой есть, и я даже не смогу сейчас сказать, у кого такой вообще базовый курс есть, потому что я продумывала до мелочей, все. Хотя это тот же базовый курс, грубо говоря, что и тогда. И я понимаю, что через год-два я буду обучать, и это будет абсолютно что-то новое, это будет по-другому преподнесено для девочек, максимально удобно, комфортно. Но я очень часто, уходя во второй декрет, я думаю, все, я хочу отдыхать. Я хочу отдыхать. Я наработалась, я заработала, я купила себе квартиру. Сейчас у нас уже третья по счету квартира. То есть я думаю, все, я буду отдыхать. Наконец-то. И проходит три месяца, я такая, все, я отдохнула. Да-да-да. Кто хочет посидеть с моими детьми? Поэтому я поняла, что декрет и работа и бизнес, и ведение бизнеса, это абсолютно не страшно. И совместимо. Конечно, у нас долгожданный, желанный третий ребенок и будет. И, конечно, я понимаю, мне абсолютно не страшно. То есть такие, о, как ты решилась-то. Я говорю, в смысле решилась? Для меня это абсолютно не страшно. Дети — это абсолютно никакая не помеха. И мне кажется, нужно к этому относиться так, что дети — это не помеха. Потому что, ну, опять же, не знаю, у меня очень хороший муж, который мне помогает, который меня всегда поддерживает. Где-то надо посидеть с ребенком. Потом появилась няня. Но я понимаю, что вести бизнес, вести рабочие процессы, получать удовольствие. Опять же, я на работе не работаю. Я не пошу там. Отпахала потом домой. Заметьте, они все там говорят. Они все говорят о том, как им легко работать. А я уходила на работу, мне уже муж говорит, иди работай, господи, иди отдохни на работу. Сходи, иди отдохни. То есть на работе я получала удовольствие. Я заряжалась на работе и приходила домой с полными силами абсолютно готова. И переключалась. Да, готова опять заниматься детьми и бытом. Поэтому сейчас я понимаю, что это все очень совместимо. Не бойтесь рожать детей. Главное знать, от кого рожать. Тебе сейчас еще государство даст этот участок. Обалдеть. Мне когда сказали, говорят, из-за этого. Я говорю, конечно. Да, из-за этого. И из-за того, что коммуналка будет со скидкой. Серьезно? Я не знала. Мне про коммуналку не сказал никто. Поэтому, конечно, в любом случае это бизнес. То есть нет смысла там говорить, но я зарабатываю достаточно хорошо, чувствую себя комфортно, могу позволять моим детям хорошее детство, комфортное. И абсолютно сто процентов это меня мотивирует не останавливаться и продолжать. Я знаю, что у тебя сейчас еще есть такое, такое, ты внедрила в курс дополнительную программу «Поправь меня», что ты еще и учишь бровистов продавать свои услуги. Вот про эту уникальность я и говорила, что в моем базовом курсе, то есть у меня человек, который сейчас приходит на обучение, если, например, говорит там про 18-й год, то там мы просто учили делать бровки, красить бровки и щипать бровки. Сейчас недостаточно просто заниматься какой-то профессией, например, визажистом, пилить ногти, красить, делать брови, оформлять. Сейчас важно уметь все. Если вы заходите в эту профессию, то вы должны понимать, во-первых, уровень ответственности, уровень нагрузки, которая на вас ляжет изначально, когда вы заходите в эту профессию. Это не так. «Ой, ну что ты, вон Ленка делает брови, ты сходи отучись, и тоже будешь делать брови, будешь бабки». А то, что это Ленка, или Юлька, которая я сейчас монтирую трилсы, снимает их, покупает оборудование, выбирает время между школой и садиком, чтобы что-то снять, потом смонтировать, где-то что-то придумать, куда-то съездить, делать эти брови непосредственно. И себе макияж вот сделать, и на интервью еще прийти, понимаешь, вдохновить всех. Как бы кучу всяких моментов, для того, чтобы в Инстаграм посмотреть 15-секундный ролик, или там просто показать эту фоточку с бровями. Поэтому, когда вы идете на что-то учиться, и я сейчас такого же мнения, что человеку нужно дать все. Из-за этого мой базовый курс, например, с учетом в 22-м году, а мой базовый курс стоил 10, например, сейчас он стоит 30. Почему такая цена? И запись у меня на несколько месяцев вперед расписана, потому что я действительно даю, и мне порой кажется, блин, мало. Не потому что я такая зажравшаяся, а я смотрю объемы курсов, и объем работы, и объем того, что девочки потом получают, это очень много вложений. То есть изначально в этот курс они приходят, они учатся, они теоретически полностью погружаются в эту профессию, они знают все изнутри от А до Я. Они практикуются достаточно глубоко, долго, тщательно. Я учу их не только делать брови, но и общаться с моделями, позиционировать себя как мастера, хорошо выглядеть. Это тоже неотъемлемая часть обучения, потому что вы не можете приходить в май, с подмышками, с какими-то там, какие-то засальные волосы и так далее. То есть я обо всем об этом говорю, а многие об этом вообще даже умалчивают или преподаватели сами такие приходят на обучение, ну, к сожалению, простите, то есть есть какие-то нормы вот такого, этики, которая должна присутствовать в обучениях, и, соответственно, мы должны учить. Я все говорю, как стоять, как дышать, как держать ручку, там кисточку и так далее. Поэтому плюс, она должна понимать, как, например, снять так модель, чтобы эта модель реально засияла. Вот она сделала брови, но что нужно добавить в этот образ дополнительно, чтобы вот они все, например, я учу им тоже минимальному макияжу, который мы должны делать моделям после. Опять же, да, вот я вижу, как другие преподают, это брови, только брови, и вот она как была с хвостом, так она с хвостом с этим и осталась. Но зато брови есть, ну, например. А это тоже мини-магия, которая должна... Короче, у тебя там вообще фабрика. Продажи, как продавать, где искать клиентов, как себя позиционировать, как, я не знаю, фотошопить фотки, как вести Инстаграм, как гнать трафик, это все есть в курсе. А где им это брать? Ну, научилась ты делать брови, и что? И все. Они идут потом за 8 тысяч на курс, а потом страдают, да фигня эти брови. Ничего, ну, как бы вот я... Не профессия. Свободные окошки я выставила. Да, не профессия. Не могу я зарабатывать, потому что иди уже нормально, в магнит устройся и пойди поработай. Да, да. Вот это вот муж говорит, занимайся. Короче, вот в чем ее секрет. Все, секрет раскрыт. Там дело не в бровях, девочки. Там дело в комплексном подходе. Там дело в фанатизме абсолютно. Да, я фанатею. В связи со своей профессией. И в том, чтобы причинять миру вообще невероятную пользу через свое умение. Так, но ты мне так и не сказала. Что дальше? Что там? Лет через десять? Что там будет? Ой, я многодетная мама. Возможно, это не последний ребенок. Она обещала нам только что. Вот. Поэтому я не знаю, как бы, да, но я вижу себя многодетной мамой в большом доме. У меня бизнес настроенный, налаженный. Ну, конечно же, я думаю, что обязательно это будет сфера бьюти. я верю в бьюти, потому что она только показывает, как практика с каждым годом развивается во всех направлениях. Я сейчас активно перехожу в работу онлайн, именно онлайн обучение, также мастеров, потому что очень много хотят попасть в других городов, но, к сожалению, не могут. Поэтому что-то будет именно связано с этим обязательно. Ну, а какая-нибудь огромная бьюти-студия, клиника красоты, пластическая хирургия? Ну, я не врач, поэтому я себя туда... Там, к сожалению, я себя не вижу сейчас. Если была в восьмом классе, я, возможно, себя там видела. Но сейчас, если смотреть реально, нет, пластической хирургией должны заниматься люди, которые учили в восьмом классе биологию и химию. Хорошо. И учились потом шесть-семь лет в меди. Да. Вот. Я вижу... Да, я вижу студию. У меня сейчас работают мастера, и я вижу, когда дальше будут работать мастера, это будут полные записи, это красивые брови. Но это, опять же, в первую очередь не про деньги, но деньги автоматически идут, потому что там про другое. Мы даем людям состояние, мы дарим им это состояние. Они все уходят от нас счастливы и говорят, мне нигде не делали такие брови. У вас так красиво, уютно, мне сделали прекрасные брови, атмосфера, сервис. И вот то, с чем девушка от нас уходит, заряженная, заряженная, суперкрасивая, хотя она вообще ничего не сделала, только брови появились. Вот это приносит деньги, когда ты даришь людям состояние. Я кайфую от своей работы, я передаю это своим ученикам, мастерам, и буду требовать только этого же. То есть, мне не будут работать люди, которые на отвали, там что-то делают. Вот. Ну, как бы, соответственно, вижу себя вот в этой точке. Слушай, у тебя реально очень вдохновляющие планы. А насчет путешествий? Путешествий, конечно, будут обязательно. Гастрономия. Это мой, этот виш-лист, знаешь, как сейчас модно сказать. Вот. Поэтому я, конечно, путешествовать планирую, обязательно всей семьей. Классно, что ты не собираешься оставлять или расширять вот эту вот, знаешь, как говорят, узкую нишу. Ты настоящий фанат своего дела. Девочки, ну вы поняли, да, что вопрос совсем не про брови. И с бровей все только начинается. Вопрос в отношении и в философии. в своей жизни. Я очень благодарна тебе, что ты пришла. Спасибо большое. Это было супер вдохновляюще. Спасибо, что принесла нам свою такую женскую, наполненную энергетику. Правда, первый раз бьюти-сфера была, но не последняя, я надеюсь. Тебе хорошо, удачно, классно, легко стать многодетной матерью. И потом расскажешь, где тебе участок подарили. Со всеми героинями мы договариваемся через годик увидеться еще раз, рассказать им о своих изменениях. Ну вот как раз мы у тебя все промониторим. Со всей семьей приду со своими. Да, давай, договоримся. На интервью. Спасибо большое, что позвала меня. Буду рада еще раз прийти. Спасибо. Спасибо. Девочки, не бойтесь. Всего доброго.